Украинская авантюра Путлера уже оказалась для России самой страшной войной, которую она когда-либо вела. Давайте сейчас я вам расскажу, да и для Украины тоже. Смотрите, потери российско-фашистских войск уже переплюнули, то есть за сколько там, еще трех недель нету, да, 18 дней, по-моему, прошло от начала российской агрессии. Так вот, у них уже потери переплюнули за потери советских войск в Афганистане. Или за все суммарные потери российских, опять-таки, войск во второй Чеченской войне. То есть представьте себе, сколько мы их тут накрошили. Но, к сожалению, это не проходит бесследно и для нас. У нас погибло уже более 1300 военнослужащих и самое страшное, несколько тысяч гражданских. Гражданских погибло гораздо больше, чем военнослужащих. В одном только Мариуполе, чтобы вы понимали размер того, что натворили путлеровцы, в одном только Мариуполе путлеровцами убиты 2187 гражданских лиц. Это люди, которые вообще никогда не воевали. Это женщины, это дети в основном. То есть те, кого просто сейчас стирает с лица земли Путлер и его банда сумасшедших вурдалаков, которые рвутся в город, которые расстреливают просто все, что шевелится. Все, что не шевелится, они тоже расстреливают. Бьют прямой наводкой по жилым кварталам и стирают город. Напомню, русскоязычный город с лица земли. Вот так вот происходит так называемая защита русскоязычного населения. Происходит она таким вот образом, что русскоязычные города, такие как Харьков, Мариуполь, та же самая Волноваха, обстреливаются. И обстреливаются, это очень мягко сказано. Потери гражданского населения там просто сумасшедшие. То есть нельзя верить ни единому слову Путлера и его сподвижников, вот этих бандитов, этих вот пропагандистов, которые там что-то трендят на своих телешоу. Жизнь, она оказывается совершенно другой. В одном только Мариуполе более двух тысяч погибших гражданских. И на этом, как говорится, все. Это можно сказать, что вторая Сребреница. Кто не знает, что это такое, возьмите, погуглите.